На работе, дома, в семье, в саду, при приготовлении вкусного ужина, завтрака, обеда, в общении со своими детьми, с родственниками, окружающими, соседями, женщина неустанно работает. И порой в этой череде ее дней, иногда недель и лет, необходимо сделать остановку и передышку. Именно такой остановкой для меня явился марафон женственности от Ольги Баляевой. Он возник в моей жизни не случайно, возник он именно в тот момент, когда это было так нужно, так важно для меня и для моей семьи. 70 дней, 70 дней нет, 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 не без еды, это не 70 дней изнурительных физических тренировок, хотя, признаться, они тоже были, это 70 дней работы над собой. Это прежде всего 70 дней признаний самой себе в том, в чем, наверное, в обычной жизни я бы никогда себе не призналась. Я всегда лукавила себе, отвечая на те вопросы, которые были поставлены в марафоне. Это 70 дней возвращения к себе. И это в буквальном смысле получились 70 дней возвращения домой. Сколько было пролито слез, это вообще отдельный разговор, сколько было переживаний, сколько было отчаяния, сколько медитаций, сколько открытий, сколько было написано писем обид, это просто огромная работа была проведена. И в то же время, сколько улыбок, сколько подарков, сколько комплиментов я получила за эти 70 дней. И все это благодаря марафону, ну и, конечно, благодаря мне с собой, которая проводила работу и выполняла все задания. За эти 70 дней я поняла, что я на самом деле хочу. За эти 70 дней я поняла, кто я, что для меня важно и что должно быть первоочередным для моей семьи. Чем полезен для меня марафон? Да всем, абсолютно всем. Каждый его день был полезен. И каждый день в марафоне был совершенно другим, не похожим на предыдущий. Я разобралась прежде всего в том, что я хочу. Во время марафона мы писали 101 желание, все девочки писали. Это было одно из первых заданий. И вы знаете, в течение нескольких дней первой недели марафона исполнилось сразу 10. На сегодняшний день исполнено уже 38. На окончании марафона было 31. Это было 12 апреля. Сегодня 19 апреля, и количество исполненных желаний увеличилось на 7. То есть все реально, и все работает. С помощью марафона, а вернее благодаря ему, я сделала очень важный шаг в своей жизни. Я ушла с работы. И я ушла с работы, которая в силу черт моего характера и моей ответственности занимала 24 часа иногда в моей жизни. И это продолжалось в течение двух лет. И для меня это был очень большой шаг. И полезность марафона, ее можно пощупать. Ее можно ощутить внутренние и внешние изменения и во мне, со мной, и в моей семье, они налицо. И полезность марафона, она огромна. Огромна от принятия себя и своего тела. Это было одно из заданий, и оно было для меня сложноватым. До работы с родовыми программами. То есть от простого, очень-очень-очень сложного, мы двигались в течение 70 дней. Вы знаете, последний комментарий к моему финальному отчету. Эта девушка, участница марафона из города Владивосток, она выразила искреннее удивление и искреннюю радость. И пожелала мне в дальнейшем сохранять этот настрой и эти результаты от эффективности марафона для меня. И мне кажется, это также один из показателей важности тех дней, 70 дней работы, которые я провела в этом марафоне. По поводу заданий, заданий в марафоне было очень много. И предугадать, какое будет завтра, было невозможно. Поскольку я участвовала в марафоне с подругой параллельно, но задания наши не всегда совпадали. Потому что уровень развития, 4 уровня развития в женщине, каждый стоит на своем. И поэтому, как модно говорить, прокачивали именно тот, который у тебя хромает. Поэтому угадать, какое задание у тебя будет завтра, не представлялось возможным. В этом была своя тайна и своя вкусность этого марафона. Самым сложным для меня оказалась работа с родовыми программами. Она еще до сих пор не закончена. Еще я буду трудиться. Не хватает мне, наверное, может быть, еще до конца осознанности этой. Этой работы. Но я знаю, что я, наверное, в пути. Потому что теперь марафон – это вся моя дальнейшая жизнь. Это марафон. Отношения с окружающими во время марафона стали гораздо проще. Они стали легче. Я поняла, в чем была моя ошибка. Теперь я уже не стараюсь быть идеальной и хорошей девочкой, снохой, родственницей, племянницей, дочерью для всех, подругой, соседкой. Нет. Я такая, какая есть. И что самое главное, я перестала это требовать от людей. То есть самое главное, чему меня научил марафон, это принятие себя и принятие других людей такими, какие они есть. Самое важное, у меня изменились отношения с детьми. Своих деток нет, но я говорю сейчас об отношениях с детьми, знакомых, друзей, соседей, во дворе гуляющих детей. Теперь, как ни странно, где я появляюсь, образовывается некое подобие детского сада. А если дети постарше, то это получается некая продленка, где мы лепим, рисуем, скачем, прыгаем, танцуем. И мне очень весело от этого и очень радостно, потому что это здорово, когда среди нескольких взрослых людей в комнате ребенок выбирает именно тебя, для того, чтобы отдать тебе частичку своей любви и именно тебе подарить часть своего драгоценного детского времени. Это здорово. Вы знаете, именно во время марафона я призналась себе в самом главном, в самом-самом главном, в самом сокровенном, причем призналась самой себе. И я поняла, куда уходят у меня все силы, что их забирает, почему они уходят. И самое важное открытие для меня было это признание. И в то же время я поборола свой, если так можно сказать, самый-самый страшный страх. И за это спасибо мне, и за это спасибо моему мужу, и за это спасибо марафону женственности от Ольги Валяевой. Именно в этом тандеме втроем нам удалось победить мой страх. В результате этих 70 дней работы изменились, конечно, и отношения с мужем. Они стали более радужнее, они стали нежнее. солнечная энергия, которая была во мне ввиду многих лет холостяцкой жизни, она сейчас стала утихать, она ушла. И этому, конечно, не сказанно рад мой муж, потому что он безумно рад тому, что я вернулась к себе, к своему истинному нежности, к той легкости, плавности, которую он и привык во мне видеть. И благодаря моему марафону я начала ухаживать за своим телом. Теперь я, как все девочки, бегаю по магазинам в поисках того или иного классного масла, косметики. Теперь я начала следить за тенденциями в моде, изучая основы макияжа, пейзажа и прочих вещей, чему также не сказанно рад мой муж. Потому что ему очень нравится когда я увлекаюсь истинными женскими штучками. Теперь уже меня никто не остановит. У многих девочек в марафоне стояла цель похудеть. И, как ни странно, я себе ставила точно такую же цель – похудеть. Но, увы, мне удалось только набрать. Но, признаться, я ни капельки не расстроена, потому что это все мое. Это все я. И в этом, опять же, спасибо марафону, потому что он научил меня принимать себя и свое тело таким, какое оно есть. И я поняла, что я принимаю себя здесь и сейчас именно такой. И другой меня у меня самой уже не будет. И я не откажусь от себя вот именно сейчас, именно в этом теле. Когда мне это надоест, то тогда, наверное, я начну худеть и заниматься более усиленно, чем делаю это сейчас. Спасибо марафону за это, за принятие своего тела. Сколько было пролито слез о своем теле, сколько было написано, опять же, писем. Это было самое, наверное, мощное задание. Одно из мощных заданий – это написать письмо благодарности своему телу. Когда я его писала, я рыдала. И в итоге я поняла, какое же оно у меня мощное, какое же оно бесконечно сильное. Оно претерпевало такие трудности, такие травмы. И при этом оно осталось живым и здоровым. И я просто не могу не позволить себе за ним ухаживать и любить его. И в этой же практике было самым сложным – это медитация возле зеркала. Поэтому обязательно марафон, у кого есть проблемы по принятию себя и своего тела. Я изменила немножко отношения с родителями. Я их бесконечно люблю. У нас никогда нет конфликтов. Но после того, как я призналась самой себе в некоторых таких грехах, как, оказывается, гнев, зависть, злость и гордыня, они, оказывается, очень даже есть, а я лукавила, что их нет. Осознав это, я стала гораздо мягче и теплее относиться к маме, особенно в разговорах по телефону. И я понимаю, что она тоже это чувствует. Я бесконечно люблю родителей, но именно марафон и именно практика письма к родителям помогли мне это понять. Явные переменные после марафона, конечно, видит мой муж. Он счастлив. И он видит, как только происходит малейший откат моей системы назад, ну, как два шага и один сантиметр назад я иногда, бывает, отступаю, он тут же меня возвращает и кричит, «Марафон! Вспомни марафон!» И тогда я вспоминаю, «О, да, точно!» И начинаю как бы действовать уже иначе. Пока шел марафон, 500 человек, более 500 человек сказали мне спасибо. Это, конечно, связано с уходом с работы, но это было очень приятно, потому что если бы в этот момент я не была в марафоне, то не было бы ни этого шага, ни этого мягкого ухода, потому что люди действительно почувствовали эти изменения и говорили спасибо, дарили подарки. И вы знаете, я столько услышала приятных слов и уверена, что если бы это было вне марафона, то все прошло бы более в режиме паники и внутренней истерики для меня. За что благодарность несказанная Ольге и участнице марафона, который поддерживали. За 70 дней марафона я научилась. Я научилась ухаживать за собой. Я научилась поддерживать и вдохновлять своего мужа. Я научилась общаться с детьми, хотя по образованию я педагог. Я научилась общаться с игрушающими и принимать их такими, какие они есть. Я научилась говорить «нет» своим мужским привычкам, своим мужским каким-то повадкам. Я научилась говорить «да», я научилась говорить «да» самой себе. И я научилась говорить «да» той самой девочке, которая так любила наряжаться в китайские платья фирмы «Дружба», которые папа привозил ей из командировок, и танцевать. За 70 дней марафона я поборола очень самый важный страх в моей жизни. И мой муж сказал «да» освободила сердце. Ты освободила сердце от горя, и теперь оно открыто детям. И вы знаете, это самое важное, это самый важный итог 70-дневного марафона, марафона женственности Ольги Валяевой. Спасибо огромное Ольге, которая создала этот марафон. Спасибо огромное ее учителям, Таргакову, Тарсунову, Гадецкому, Нарушевичу и многим-многим другим. Спасибо моим друзьям, которые поддерживали. Спасибо моему мужу, который оплатил участие, и все 70 дней был со мной рядом, и именно он настоял на участии в марафоне. И спасибо всем тем, кто подсказал о существовании этого марафона, моей родственнице Елене. И спасибо моей подруге Тате, которая участвовала вместе со мной в этом марафоне и во всем поддерживала. Марафон с женственностью Ольги Валяевой. Все реально.